Бэмс, друзья, привет! 100 лет, 100 зим, вы очень давно не были у меня на кухне. Сегодня мы поговорим про вот этот гаджет. Это у нас Garmin Edge 130 Plus. Свежий, приятный велокомпьютер от известного производителя. Естественно, с навигацией. Пару слов для тех, кто только что наткнулся на мой канал. Меня зовут Некрасов Филипп. Я снимаю про гревел, байкпакинг, обзоры разные, сюжеты, приключения. Так что обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые ролики. Месяц назад ребята из Garmin дали мне на тест данную модель. Как вы уже поняли, это у нас Edge 130 Plus. В этом месяце я гонял с ним. Это были как небольшие вылазки по Москве, где я использовал гаджет как велокомпьютер. Так и достаточно полноценные двухдневные поездки с палаткой, где я уже полностью надеялся на него как на навигатор. То есть сегодня, друзья, я хочу вам рассказать о своем опыте, о том, какие функции есть у этой модели, как он может вам помочь, в каких условиях его лучше всего использовать, как он крепится на велосипед, что есть у нас еще в комплектации. После просмотра этого ролика, уверен, у вас уже будет целостное впечатление о том, что это за гаджет, нужен ли он вам. Вначале я хочу вам рассказать о том, что из себя представляет этот гаджет в роли велокомпьютера. Потом мы поговорим о нем как о навигаторе. Дальше я расскажу вам, как использовать Garmin Connect. Это приложение, которое позволяет, собственно, трек закидывать туда. Ну и в целом расскажу о сопряжении данного гаджета с телефоном, компьютером. То есть как вам удобнее туда что-то загрузить. Естественно, я расскажу и покажу, что у нас в коробочке. То есть то, что мне прислали, как выглядит комплектация вот этого именно MTB Bundle. Потому что у меня не просто Garmin 130+, это еще MTB Bundle. У меня, конечно, к счастью, не MTB, ну или, к сожалению, кто его знает. Но мне дали на тест именно такой. Закончим мы, разумеется, общими фишками и общим впечатлением о данном девайсе. И, друзья, это у нас независимый ролик. Я выступаю как независимый эксперт в данной ситуации. И поэтому буду говорить про данный девайс именно то, что я думаю. Ну, в принципе, как и в любом предыдущем ролике, все от души и от сердца для вас. Данная модель 130+, это больше все-таки велокомпьютер, чем навигация. Потому что какая у нас вообще бывает навигация на велокомпьютер? Это может быть как полноценный девайс, да, где у тебя на экранчике имеется карта, где ты видишь, какие есть повороты, какие есть улицы, да. Либо у нас просто навигация по нитке. До этого у меня был тоже велокомпьютер с навигацией по нитке. Это удобно, это нормально, приемлемо в городе. Да, то есть, если у тебя городской заезд, ты абсолютно спокойно едешь с таким гаджетом, смотришь, поворачиваешь, сложно пропустить поворот в городе. Однако, если мы говорим про лес, если мы говорим про некий туризм, то тут уже становится достаточно сложно ехать по нитке. Не скажу, что это прям минус. Кстати, о плюсах и минусах. Прям такой итог-итог мы поговорим в конце. Спасибо, Кэп. Ну и, конечно же, друзья, если вы вдруг не заметили, то ролик с таймингом, да, вы можете на сам вот этот таймлайн ютубовского ролика навести мышку или пальцем провести, если вы смотрите на телефоне. И перенестись к тому пуску ролика, который вам наиболее интересен. Функции велокомпьютера. Друзья, тут есть все, что вам надо. Да, мне кажется, что в 2020 году, да, современный велокомпьютер за 20 плюс тысяч ну, по параметру именно вот в классическом велокомпьютере он, ну, будет очень тупо, если он будет проигрывать, да, тем более такой бренд, как Garmin. То есть тут есть все. Скорость, дистанция, средняя скорость. Можно подцеплять датчики. В комплекте это, повторюсь, расширенный MTB-бандл. Шел датчик скорости. Он подцепился даже сам. Я уверен, что с другими внешними датчиками тоже никаких проблем не будет. Они будут очень быстро цепляться. Датчик каденса, пульс, мощимер. Все можно сюда подрубить. У тебя будет полноценный тренировочный аппарат. Тут можно даже какие-то свои тренировки загружать. В этом году у меня не было цели там на какие-то спортивные достижения. Я в основном езжу в свое удовольствие, но функционал, который спортсмен может использовать, тут реализован очень круто и даже захотелось потренироваться. Что мне понравилось, чего я не видел на велокомпьютере пока что, это аналитика по набору высоты. То есть, когда ты идешь в подъем, отлично визуализируется его угол, его длина, и ты понимаешь, сколько тебе еще страдать. Мне это очень понравилось, это удобно. То есть, ты можешь отлично рассчитать свои силы и комфортно заехать в горку. Про функции в целом, я думаю, вы поняли. Если вас интересуют какие-то прям детали-детали, то можно зайти на сайт производителя и спецификации почитать, какие там 100 функций этот аппарат может. Давайте немножко про исполнение. Значит, что мы имеем? Мы имеем достаточно небольшой девайс по ширине. Я вот даже линейку взял. Это у нас 4 сантиметра по длине или высоте, не знаю как правильно, это где-то 6-6,5. То есть, он компактный, но он не маленький. И этот небольшой экранчик все равно может выдавать отличную сетку, и вы можете вывести туда всю нужную вам информацию. Для управления у нас здесь есть ряд кнопок, которыми... Ну, конечно, это не тач. Да, тач все-таки был бы удобнее, но зато вне зависимости, там, идет дождь, не идет дождь, или еще какие-то ситуации, вы абсолютно спокойно попадаете по кнопкам, выбираете то, что вам надо, круг добавляете или меняете масштаб карты, или еще что-то проверяете. Это удобно. И вот такой вот прекрасный защитный чехольчик, для того, чтобы защитить ваш гармин от падения. Раз начали, давайте сразу скажу про крепление. Крепление очень приятное, эргономичное. То есть, это у нас на руль такая вот, мне кажется, уже можно даже сказать знаменитая загогулина, куда ты легким движением руки ставишь, и все. И как бы можешь уже ехать. Очень эргономично, очень приятно выглядит, и очень удобно. Что касается навигации. Да, как я уже сказал, это у нас навигация по ниточке. В городе нормально. В каких-то, знаете, несложных гравийных историях, да, тоже нормально. Но когда ты уже залезаешь в лес, когда у тебя развилка, где, грубо говоря, там, у тебя есть дорожка, там, прямо, чуть-чуть правее, еще чуть-чуть правее, тут вот уже становится сложно. На днях, когда я ездил там 140 километров, вот мне приходилось все-таки или возвращаться, или доставать телефон, смотреть мапс.me, но это, друзья, ценник, да. То есть, это гаджет стоит в районе 25 тысяч, вот, в такой комплектации. За эти деньги ты получаешь навигацию по нитке. Если тебе нужна полноценная навигация, да, если вы хотите видеть дороги, повороты, то это уже более прокаченные модели. Кстати, если все пойдет по плану, то Garmin мне выдаст еще на месяц другой девайс. Это у нас будет уже топовая модель, Edge 1030 или 1030+. Вот там уже у нас будут поворотики, дорожки, и посмотрим, действительно ли оно надо, и действительно ли оно решает. Про саму навигацию. Как закинуть маршрут? Да, все очень просто. Выгружаете из вашего любимого сервиса Strava Komoot Православный на карте точка.me и дальше просто берете телефон, скачиваете Garmin Connect и закидываете туда уже GPX и отправляете на ваш Garmin Edge 130+, или другой Edge. Все очень просто. Плюс в приложении можно проложить маршрут в самом приложении, да, логичном. Можно как выбрать какую-то точку и поехать туда, либо из точки А в точку Б проложить в разных форматах Road Cycling, Gravel, MTB и поехать искать приключения. В целом приложение Garmin Connect мне понравилось, работает достаточно быстро, но иногда маршрут, ну, трек все-таки довольно-таки долго загружается. Один раз у меня так и не получилось закинуть в Garmin обновленный трек. То есть я его создал, я его отправил туда и я долго стоял, ждал, когда же он наконец-то загрузится, да, потому что, естественно, должна пройти синхронизация, это можно как бы самому запустить, но у меня так и не получилось. Что у нас идет в комплекте? Именно MTB Bundle. Помимо гаджета, помимо защитного бампера, у нас есть крепеж на руль, логично, у нас есть датчик скорости, у нас есть пульт и у нас есть крепеж для пульта тоже на руль. Если честно, друзья, я пультом так и не воспользоваться, потому что лично для меня он, ну, какой-то ценности не принес. Мне удобно пальцами все на самом Garmin нажимать и, опять-таки, мне кажется, что пульт это такая прям скоростная история, когда ты тренируешься, когда у тебя, например, маленькие круги, тебе надо нажимать кнопку круга. В общем, лично для меня это пока не было необходимо. Заряжается Garmin задней стороны по microUSB, отличная заглушечка, защищающая от влаги. У меня он так и не сел ни разу, даже когда я ездил вот эти два дня, естественно, ночью первого дня я его заряжал, но в целом 8 часов он у меня спокойно писал. Будем, наверное, потихоньку подводить итоги. В целом, Garmin Edge 130 Plus мне очень понравился. Почему? Потому что быстро действующий. Меня пугали, что Garmin достаточно долго думает, что непонятный почему-то интерфейс. Я этого не заметил. Это у нас современная модель, в которой все очень удобно. Мне нравится, как быстро его можно зафиксировать на руле, закинуть трек, подключить датчики. То есть это полноценный велокомпьютер, который поможет вам в достижении новых результатов. В навигации он у нас, конечно, немножко проигрывает, но кому проигрывает? Не своим, грубо говоря, конкурентам в этой ценовой категории. Потому что в этой ценовой категории с полноценной навигацией у нас ничего нет. Поэтому нельзя сказать, что он прям проигрывает по навигации. Это то, что вы получаете за эти деньги. То есть, как я уже сказал, вам нужна полноценная навигация, вы берете Edge 1030. Или вообще туристический навигатор, его как-то тоже цепляете на руль и ездите с ним. Но там у вас уже не будет такого функционала именно велокомпьютера. Все-таки у меня канал не столько про спорт-спорт, а больше про велосипед в кайф. Поэтому зачем вообще нужен велокомпьютер? Это у нас средняя скорость, чтобы понимать, как далеко вы проедете за час, за два. Чтобы понимать, анализировать, по каким покрытиям, с какой скоростью вы едете и планировать, например, свои ночевки. Или понимать, можете ли вы сделать крюк, заехать в какое-то интересное место, вернуться или вы иначе опознаете на электричку. Потом это у нас, конечно же, каденс. То есть, следить за тем, чтобы ваши колени были в норме. Пульс, чтобы не перенагружать себя. А я иногда даже вырубаю все эти числа, чтобы просто смотреть на карту, на ниточку и ехать к цели. Давайте все-таки попробуем несколько плюсов и минусов выделить, иначе как-то не круто будет. Значит, плюс — это его простота интуитивная. То есть, я человек, которого никогда не было Гармина, я его получил. Грубо говоря, через пару часов я уже куда-то поехал. Все очень просто. Приятный дизайн, приятное приложение Garmin Connect, которое позволяет туда быстро что-то закидывать. Удобное расположение на руле, быстрая работа с подключением датчиков. Из минусов, ну, возможно, опять-таки, Garmin Connect, что все-таки у меня не получилось. Один раз, когда, в принципе, мне нужно было закинуть маршрут, да, когда я не хотел ехать по Дмитровскому шоссе, там, 40 километров, хотел как-то поинтереснее проект, но у меня так и не получилось закинуть, поэтому пришлось немножко пострадать по шоссе. Друзья, на этом наш обзор подошел к концу. Постарался ничего не забыть, рассказать все. Вы часто меня спрашивали в Инстаграме, иногда в Страве про эту модель, и уверен, что я ответил на ваши вопросы. Если все-таки что-то забыл, то смело пишите в комменты, как вы, наверное, заметили, под последними роликами я отвечаю абсолютно на все, потому что я ценю вас, я хочу, чтобы у нас был коннект, ну, не Garmin Connect, а просто коннект. В общем, все, удачи на дорогах, и до встречи в новых роликах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!